Доброе утро, Полтава! Благотворительных и все время помогает деткам. Это самое первое. Второе. Наверное, это первее будет все-таки Екатерина у нас художница. И вы знаете, я когда помониторил, посмотрел на ее творчество, на ее картины, они все-таки насыщены каким-то позитивом, добром, и так они приятно воспринимают. Игра цветов, как-то вот она видит красиво это. И даже на сегодняшний момент Екатерина выставила картину на продажу, для того, чтобы Анечке помочь. Но вы знаете, как неудивительно, за границей люди покупают эту картину. Кать, расскажи, что именно ты нарисовала и какую картину написала? Я видел. Да, картины пишут. Вот. И кто купил ее? Кто помог? Для начала я хочу поприветствовать всех своих друзей. Особенно друзей, которые в Фейсбуке. Потому что, что бы я ни делала, помогают мне именно мои друзья, мои подписчики. Без них не было ничего. Ни моей бы творчества моего, ни моей бы помощи. Написала я воложки. И тема цветов — это вообще ведущая тема в моей живописи. Купил эту картину мой давний друг, который живет в Париже. Зовет его Юра. Он уже не один раз покупал у меня работы. И таким самым образом помогал другим людям в лечении, восстановлении их здоровья. Очень часто я продаю картины и все деньги от них отправляю на благотворительность. Но вообще все картины, которые я пишу без исключения, идут на помощь. Просто там иногда половина суммы от проданной картины, иногда вся сумма, иногда какая-то часть. Ценовая политика картины, которая уедет во Францию? 4 тысячи гривен. Вся эта сумма будет сегодня получена, передана Андрею, папе, девочке. Будет чек, будет отчет обязательно. Я всегда после каждой продажи, после каждой помощи публикую отчет о проделанной работе, чтобы мои люди, мои друзья видели, куда были направлены их деньги. Я бы, конечно, с удовольствием молча бы переслала, никому ничего бы. Не, ну мы, да, вот только что говорили. Катя говорит, что про добрые вещи не говорят, а я, наоборот, настаиваю, что надо говорить, потому что другие люди задумаются тогда, что надо делать добро, и хотя бы те 5-10 гривен, которые вы перекинете, в принципе, сейчас ничего не стоит, перекинете на счет кому-то, сбросятся 20-30 человек по 5-10 гривен, и уже будет хотя бы какая-то маленькая сумма. Катя, а Юра, он во Франции живет, он понимает, приобретая картину, что он... То есть вот эти отчеты, они где-то помогают, и Юрий, он видит, куда он идет это все. Ну, он, конечно, он видит, любой человек это видит, любой. Я пишу отчеты, это может проверить любой человек. А так люди, когда покупают мою картину, они понимают, что они не просто украсили свои помещения, не просто там сделали заказ или импульсивную покупку совершили, они понимают, что их деньги ушли на помощь. И что это особенная картина, которая будет, даже, знаешь, энергетику своей нет. Конечно, конечно. В плане добра. Расскажи немножко, как о художнике, о себе. Ты со скольки лет занимаешься этим делом? С самого детства, либо же уже со временем пришла? Ну, у меня немножко не так все произошло, как у художника в стандартном плане. И название художника — это сильно высокое название, и я к нему просто стремлюсь. Я, можно так сказать, учусь. Я нигде не училась, и нет у меня художественного образования, я аматор. Пишу я свои картины относительно недавно. С 2011 года я приступила, и мне так хотелось реализоваться. Это была самая заветная мечта. С детства, мне в детстве запрещали этим заниматься. Я очень увлечённый человек, и у меня, кроме рисования, ничего другого я не видела. То есть дома, краски, на полу, на стене, на теле. Да, у меня дома был мини-музей, вырезки со всех журналов, со всех плакатов. У меня все стены вместо обоев были обклеены картинами. Это у меня такое детство было. Я всех гостей приводила в свой музей, всем показывала свой музей, свою живопись. И, конечно же, эта мечта, она была мечтой до определённого времени. Пока меня мой близкий друг настойчиво не попросил подарить ему мой шедевр. Я так много рассказывала, что я хочу писать. И он меня настойчиво попросил подарить картину. Ну, и я же решила обмануть судьбу, пойти купить ему эту картину. Ну, не удалось, потому что цены на ту картину, которую я хотела ему приобрести, значительно превышали мои доходы. И мне пришлось купить холст, краски и совершить этот смелый поступок на холсте. Начать это всё писать. Ну, и так шли года. А в 2014 году, когда начались наши военные действия, процессы, пошли раненые, с чего это всё собственное началось, я не знала, как мне помочь. Я там перешлю в 100-200 гривен, ну и всё. Хотелось помочь очень конкретно и существенно. И я увидела в интернете аукционы, разные аукционы. Люди выставляли туда свои ручные работы, ну, хэппи-мэя разные. У кого-то там, ну, какие-то предметы роскоши. Люди отдавали в 2014 году всё, что они могли. И вот я думаю, почему же я свои картины дарю, ну, я их могу продать и все деньги переслать на помощь. И так раз у меня получилось. Всю сумму я отдала, приличная сумма. Второй раз, третий. Я поняла, что я не могу просто так писать. Я не имею права просто так писать. Раз тебе Бог даёт. Какие-то там, ну, талантом я не могу это назвать, про себя так не говорят, но какие-то там предпосылки к этому. Я скажу талантливо. Людям нравится, люди оценивают, значит. Ну, раз ты можешь что-то в этой жизни, ты должен его пустить на благо. Но это моё... Вот так вот получается. Горе, в принципе, да, дало толчок к какому-то творческому твоему развитию и... Серьёзному развитию. Ну, да, конечно. Но, вы знаете, вот мой муж всегда говорит, добрые дела надо делать и бросать их в воду. Никогда не надо... Говори, добро бросай в воду. Да, никогда об этом не нужно распространяться. Я бы об этом, конечно, тоже. Но очень большую роль имеет отчёт. И моя деятельность, вы знаете, на данный момент, она важна не столько там даже продажей этой картины и моей скромной суммой, которую я могу перечислить, а именно своим постом, который я пишу. У меня очень много друзей, очень много подписчиков. Они видят, видят эту информацию, которая поступила от меня. Но они мне доверяют. Я доверяю нескольким тоже волонтёрам, с которыми я сотрудничаю. Так что... Это волонтёры всеукраинского масштаба? Или с замка до полтавского? Украины. Нет, всеукраинского. Чаще всего вы с ними, насколько я знаю. Я знаю, я доверяю Юрию Токарчук, есть такой парень. Вот, Ира Гаврильцев и Маша Иванович. Три волонтёра, которым я безоговорочно верю, там перепроверены информации. Ну да, это важный момент, потому что, сколько мы сталкивались с благотворительностью, к нам приходили и по поводу концертов, мы говорили о том, что есть а-ля благотворительные у нас концерты, почти благотворительные. С целью самим заработать. Да, это люди и зарабатывают, и какой-то кусочек только отдают. То есть, значит, если есть проверенные люди, это хорошо. Конечно. Много на этом вранья. Я раньше, для того, чтобы знать, кому ты точно помогаешь, открывала ТСН, допомога. И, ну, там есть реквизиты, но не всегда есть телефон родителей, к примеру, да, деток. Вот я хочу... Ну, раньше вообще, когда много началось вот этих аферистов, это просто кошмар. Приходилось звонить родителям и переспрашивать, получили ли они от меня деньги. Это не всегда удобно. Как правило, люди в такой ситуации в больницах или где-то, они там заняты, и я тут еще со своими вопросами. Вот. А когда уже волонтер перепроверил, он лично мне пишет, либо пост какой-то создает, и я вижу, что нужна кому-то помощь, я уже ему... Я уже ему и не спрашиваю. Безоговорочно я знаю, что эта информация перепроверена. И вот, когда я ваше видео увидела, я была признательна, что у нас есть люди, которые мне все равно. Вот это вот горе Андрея. Меня тронуло до глубины души. Я, конечно, помогала. Я вам скажу честно, вы не единственная. Первый час, по-моему, когда я первый пост выставил по поводу Анечки, мне был звонок от человека, который не хочет пиариться. Я говорю сразу, ну, мы лично знакомы. Человек говорит, ты знаком? Ты знаешь этих людей? Я говорю, конечно, знаю. Это, ну, этого ребенка я знаю, Анечку я знаю. Не вопрос, завтра встречаемся. На следующий день мы встретились, человек наличными дал мне деньги, я, как вы говорите, я сфотографировал, отснял чек, по сей день у меня бережется, я отчитался об этих деньгах. Ну, просто есть люди, которые даже не хотят пиариться. Конечно. То есть есть у них возможность такая. Но я считаю, что это пиар в своей сущности, я не считаю плохим словом. Это нормальное слово. И то, что вы делаете, и то, что вы отчитываетесь, это толкает, есть люди, которые и хотели бы помочь, но они все время боятся вот этой аферистической какой-то составляющей. И я всегда обхожу стороной после 2014 года то же самое. Глубоко изучаю, правда ли не правда, потому что довольно часто в следствии своей работы сталкиваюсь с аферистами в этом плане. И когда наверняка уверен, все, тогда и Лиза моя помогает, чем может, и я помогаю. А если отойти немножечко все-таки от темы художества, благотворительности, пожизненно, чем еще занимаешься? Вот это интересно. Да, хорошо. Я территориальный менеджер компании «Аблиторговый». Здесь, в Полтаве, занимаюсь своей торговой деятельностью. Все свободное время мое посвящено живописи. У меня нет праздников выходных, и ночи у меня очень длинные. Художники пишут днем, при дневном свете. Мне это удается только на выходные в хорошую погоду. То есть тебя вот солнышко, да, там, мотивирует на написание? Конечно. Как твоя муза. Конечно. И погода. Конечно. А как проблематично вот зимой цветы все-таки, как писать, рисовать, я не знаю, как правильно сказать. Никогда не. Когда у тебя есть желание, вдохновение, нет проблем. Никогда. Вы цветы рисуете, глядя на них, или все-таки по памяти? Когда у меня есть красивый букет, я его отфотографирую хорошо. Создаю композицию и себе пишу. Могу с натуры, но не всегда. Когда уходит картина, когда она выставлена на продажу и продана, жалко? Да. Ну как жалко? Не то, что жалко там. Мне их не жалко. Но это, понимаете, это мои дети. Это мои дети. Я их прощаю с ними, разговариваю с ними, откладываю туда, естественно, ну, часть. Где по миру еще, кроме Франции, ваши картины есть? Ну, по всему миру. Канада, Америка, Лондон, Италия, Испания. Ну, больше всего Европа, Америка. Один раз или два, я уже не помню, в Австралию. Даже в Австралию? Все-таки Австралия довольно интересный континент. Они живут там свои жизни. Больше по заграницам покупают, нежели в Украине, да? Да, но покупают украинцы. Очень редко. Именно украинцы? Которые имеют финансовую возможность это сделать. Нет, ну, не только финансовая возможность двигает людей. Во-первых, им нравится творчество. Поверьте, если человек хочет просто помочь, он просто поможет. Если ему не нравится эта картина, он ее никогда не купит. Он просто перечислит часть денег. Если ему нравится, ну, моя творчество, моя картина, он ее, конечно же, приобретет, но он знает, куда у него идут эти деньги. И так он будет, ну, к примеру, передавать какую-то сумму там на раненых, либо там на госпиталь, либо еще куда-то, либо там помочь нашим соотечественникам. Либо он просто приобретает, он мне перечисляет деньги, а я перечисляю и отчитываюсь чеком. Даже такое бывает, что не покупая картины, люди перечисляют. Нет, очень много у меня друзей, которые мне перечисляют деньги с целью, для того, чтобы я их перевела на помощь другим. Вот. Ну так что, ребята, творите добро, бросайте его в воду, и оно вернется вам в тройне, или, важно, даже в десятерне. А я под впечатлением, честно сказать. Можно я скажу? Да. Дорогие мои друзья в Фейсбуке, вас очень много. Без вас я ничего бы не сделала. Я это говорила им, писала много, и хочу это в эфире сказать. Очень вас всех благодарю. Вот. Вот такое доброе утро. Всем доброе. И оно действительно доброе. Делаем добро. Всем пока-пока.